Привет, я Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. В этом видео я расскажу, почему же выгоднее зарегистрироваться как ФОП, а не вести нелегальную предпринимательскую деятельность. Итак, почему нужно регистрироваться как ФОП? Причина номер один. Налоги и штрафы. Начнем с последнего и начнем по возрастанию. Первый штраф, который вам светит, если вы не зарегистрировались как субъект предпринимательской деятельности, это штраф в 340 гривен, да, всего лишь 340 гривен за то, что вы не зарегистрировались в налоговой. Второй штраф, который светит, это штраф в размере тоже 340 гривен за то, что не была подана отчетность. При этом данный штраф будет начисляться вам за каждый случай неподачи отчета. Соответственно, если налоговая установит, что вы вели предпринимательскую деятельность последние 3 года, то за все 3 года за каждый отчет вам посчитают по 340 гривен. Следующий уровень штрафа это от 17 до 85 тысяч гривен. Но не стоит рассчитывать на штраф в 17 тысяч гривен. Почему так? Потому что штраф в 17 тысяч гривен выписывается тем предпринимателям, которые попались первый раз и при этом сумма дохода не превышает 17 тысяч гривен. Как вы понимаете, скорее всего, сумма дохода вашего составляет более 17 тысяч гривен. И, вероятно, налоговая сможет его доказать. А это значит, что если у вас доход более 17 тысяч гривен, то это считается в особо крупном размере. Да, вот так вот 17 тысяч гривен с точки зрения действующего законодательства это особо крупный размер. И, соответственно, в этом случае штраф уже будет максимальный 85 тысяч гривен. При этом не стоит думать, что налоговая ограничивается только лишь штрафом. Данное правонарушение, то есть ведение предпринимательской деятельности без регистрации, предполагает еще и конфискацию. Конфисковывать у вас будут те предметы, которые вы продаете, то есть вот те товары, которые есть у вас в продаже, они будут конфискованы. Если вы занимаетесь производством, то у вас будут конфискованы еще и средства производства. То есть если какой-то станок, у вас там есть оборудование, то его тоже конфискуют. И конфискованы будут деньги, которые вы заработали, ведя предпринимательскую деятельность без регистрации. Но если вы подумали, что на этом все закончится, то нет, вы ошибаетесь. Налоговая инспекция посчитает ваши доходы за тот период, когда вы занимались незаконной предпринимательской деятельностью. И на эти доходы она насчитает налог. И насчитает она подоходный налог 18%, насчитает военный сбор 1,5% и еще насчитает ЕСВ 22%. Ну а кому и этого кажется недостаточно для того, чтобы зарегистрироваться как ФОП, я напомню, что согласно налогового кодекса Украины, налоговая инспекция в этом случае посчитает еще и штраф в размере 25%. Итак, что мы имеем в итоге? А в итоге мы имеем следующее. Ну про штраф 340 гривен мы можем забыть. Это мелочи. Это мелочи по сравнению со штрафом 85 тысяч гривен. И безусловно, это мелочи по сравнению с теми налоговыми обязательствами, которые на нас будут возложены. А это, еще раз повторюсь, 18%, 1,5% и 22,5%. То есть налоговые обязательства на ваш доход будут составлять 41,5%. Вы вдумайтесь, вам нужно будет заплатить 41,5% от вашего дохода. При этом сюда еще добавят и 25% штрафных санкций. А теперь давайте сравним. Сравним суммы штрафов и суммы налогов, которые предприниматель заплатит за один год. На сегодняшний день, на 22-й год, ФОП на первой группе единого налога за год заплатит около 20 тысяч. И это будет совокупная сумма, в которую будет входить единый налог и ЕСВ. ФОП второй группы за один год заплатит около 33 тысяч гривен. И туда тоже будет входить и единый налог, и ЕСВ. А минимальный штраф, на который вы реально можете рассчитывать, это 85 тысяч гривен. Давайте сравним 20 тысяч для первой группы, 33 тысячи налогов и сборов для второй группы и штраф 85 тысяч гривен. Но неужели целесообразно вести предпринимательскую деятельность без государственной регистрации? Мне кажется, что здесь простая математика говорит все-таки в пользу того, чтобы зарегистрироваться как ФОП. И при этом, напомню, в этих суммах мы же еще и не считаем дополнительные налоговые обязательства. Помните, мы говорили 41,5% плюс 25% штрафов. То есть реальная сумма расходов, которые вы понесете в тех случаях, когда налоговая вскроет вашу незаконную предпринимательскую деятельность, она будет на самом деле гораздо больше, чем 85 тысяч. Кого эта причина не убедила, давайте посмотрим, что же за вторая причина для регистрации в качестве ФОП. А вторая причина звучит так – легализация доходов. Думается, вы уже знаете о том, что в Украине государство озаботилось контролем доходов граждан. И вы наверняка слышали о налоговой амнистии, о непрямых методах контроля доходов, о том, что государство собирается проверить все наши доходы, начиная с 1995 года, о внедрении РРО, которое хоть многие считают, что направлено на то, чтобы убить ФОП, на самом деле нет. Это все звенья одной цепи. Государство хочет контролировать денежные потоки. Государство хочет четко понимать, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите, и как соотносятся две этих суммы. Что это все будет значить на практике, мы пока еще однозначно не знаем, потому что проект закона о косвенном контроле доходов только разрабатывается, но мы можем предполагать. И вероятнее всего, в тот момент, когда вы захотите купить квартиру, машину, либо еще какую-то крупную покупку произвести, у вас поинтересуются, а откуда эти деньги. Вас попросят показать ваши доходы. Официальные доходы, задекларированные доходы. И вот здесь вы столкнетесь с проблемой. Вы, как предприниматель, который вел предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, имеете деньги, а купить за них вы ничего не сможете. Ну, понятно, хлеб и картошку вы сможете купить, но купить что-то серьезное, что-то крупное вы уже не сможете. Почему? Потому что вы не сможете подтвердить происхождение этих денег. Государство анонсирует следующую модель. Если мы не подтвердим ему происхождение наших денег, они эти деньги не отнимут, они просто заставят нас заплатить налоги по полной. И эти налоги, безусловно, будут больше, чем та ставка единого налога, которая на сегодняшний день существует. Поэтому для того, чтобы подтвердить происхождение своих денег и иметь возможность их потратить, и нужно регистрировать ФОП. И третья, последняя причина для того, чтобы зарегистрировать ФОП – социальная защита. Безусловно, вы здесь можете мне возразить и сказать, что «Ой, какая социальная защита, у нас пенсии низкие, социального обеспечения вообще никакого в этой стране нет». Но, если вы не будете получать деньги официально и, соответственно, не будете платить ЕСВ, то уровень социального обеспечения для вас будет еще меньше. Что имеется в виду? Человек, который зарегистрировался как ФОП, работает официально, платит ЕСВ, он имеет право на больничный и на пенсию. Да, несмотря на то, что вы будете ФОПом, а не наемным работником, вы имеете право на оплату тех дней, когда вы болеете. И вы имеете право на пенсию. А что же будет, если вы не зарегистрированы как ФОП и не платите ЕСВ? Не лишайтесь этих двух прав. У вас не будет ни права на больничный, ни права на пенсию. У вас только лишь останется право на государственную социальную помощь. И если вам кажется, что у нас маленькие пенсии, то запомните, размер государственной социальной помощи на сегодняшний день составляет 744 гривны. Поэтому, для того, чтобы участвовать в системе социального обеспечения государства, вам нужно регистрировать ФОП и платить ЕСВ. И здесь есть еще и некий моральный аспект. Если вы не зарегистрированы как ФОП, если вы не платите ЕСВ, то знайте, что ваши родители, ваши бабушки, дедушки не получают достаточной пенсии, потому что вы не платите ЕСВ. Но мы здесь не собрались заниматься морализаторством. Мы собрались разобраться, а в чем же наша выгода от регистрации ФОПа. Давайте подведем итог в этом вопросе. Итак, первое. Налоги и штрафы. Если мы регистрируемся как ФОП, то мы платим меньше налогов и не получаем те штрафы, которые предусмотрены за незаконную предпринимательскую деятельность. Второе. Если мы зарегистрировались, то мы таким образом легализовали свои доходы, мы заплатили за них минимальные налоги и в последующем мы сможем их спокойно потратить. И последнее. Социальное обеспечение. У нас, как у ФОПа, который работает официально и платит ЕСВ, есть право на больничный и право на пенсию. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы по теме данного видео, пожалуйста, задавайте их в комментариях. На этом все. Я вам желаю удачи в бизнесе. Пока. Пока.